Ну что, у нас выходной, воскресенье, точнее как выходной, полдня было рабочих, полдня выходных, а мы решили проехаться до деревни недалеко, здесь от аэропорта, так как мы находимся в зоне у аэропорта. Вот сейчас идем туда вот на тот мост, перейдем, найдем автобус и доедем до небольшой такой деревеньки прямо около моря. Ну что, мы приехали, здесь очень красиво, посмотрите, все, деревья зелененькие, сейчас мы продвигаемся к морю, нас высадил автобус, очень приятная такая деревенечка, здесь на самом деле она не очень маленькая, а большая, я покажу сейчас, вставлю картинку на карте, и она вся вот вдоль моря, ну получается от аэропорта ехать минут 15-20, так что, в принципе, очень быстро, так что мы сейчас посмотрим какую-нибудь террасу, посидим здесь, попьем кофе, покушаем и поедем обратно домой. Смотрите, как все солнечно, люди отдыхают, ходят тут, бродят, море. Здесь вот такая, типа, старый район и новый район. Если мы сможем, сейчас идем, смотрим и говорим, что хорошо было бы домик на берегу моря вот такого плана. Рядом море, рестораны, красота, до Барселоны полчаса ехать, ну ладно, 40 минут, до аэропорта 15-20 минут, красота, в общем, мечта. Тоже такой маленький, да удаленький, тоже красивый, смотрите, там балкончик. Ну что, мы приехали на две ночи вот в такие апартаменты, они находятся прямо в центре Барселоны. Простенькая такая квартирка, здесь я бы не сказала, что что-то прям супер выдающееся. Ну что, мы вышли на улицу, прямо рядом с нашими апартаментами, да, квартирой. Вот так выглядит основная прогулочная улица, очень много народа, времени сейчас у нас 6 вечера 45 минут, и все вышли прогуляться. Улица называется Рамбла, Ла Рамбла, так, по-моему, и если в ту сторону идти, то вы подойдете к морю, а если в ту сторону идти, то, соответственно, вы попадете в центр Барселоны. Посмотрите, какая красота. Приблизительно вот так выглядит прогулка по городу, мы просто застряли в пробке из людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому мы решили, что мы не пойдем, нам достаточно посмотреть снаружи, тем более, что это уже не первый раз, когда мы видим. мы вышли на улицу где поменьше народа и более-менее тихо и решили что мы сейчас будем ходить по таким менее популярным улицам но зато наслаждаться погодой очень тепло и выберем какой-нибудь кафе где-нибудь посидеть поужинать пойдем домой что мы вышли прогуляться в полдень сейчас такая солнечная погода очень много народа если посмотреть сзади идет народ мы идем на набережную мы сбронировали сегодня ресторан называется лос караколь как-то так по-моему лос караколь в общем переводится улитки мы туда направляемся сначала погуляемся по набережной потом я вам покажу немножечко еще дневную барселону вот а завтра мы уже едем обратно в аэропорт в отель у нас будет еще три рабочего дня и потом домой так что вот а сейчас по дороге к морю мы заходим на рынок местный сказали что надо обязательно увидеть но мы подумали раз по дороге почему бы и нет так что давайте пройдемся посмотрим как выглядит рынок и здесь продаются билеты на лодку и вот на этой лодке сейчас на яхточке будет экскурсия прокатят всех с музыкой джазовой и коктейлями вон там все уже приготовили будут отправлять народ путешествие если сейчас передать атмосферу пахнет очень вкусно ванильными вафлями здесь готовят вафли вокруг можно купить всякие вкусняшки очень классная атмосфера люди вот сидят так вот прям на полу кормят чаек нам сейчас только что предложили тоже вот эту лодку на закате 25 евро и если заранее забронировать 21 евро и на час вы отправляетесь смотреть закат в море с коктейлями и музыкой очень классный по моим предложению от мы решили подумать пока видите видите вот этот вот мост и вот там торговый центр по этому мостику можно пройти короче мы решили поменять немножечко наши планы и ресторан с улитками мы поставили на вечер так это более логично а сейчас мы просто решили сеть на террасе потому что у нас уже через два часа будет эта лодка и наверное логичнее просто сейчас пить кофе я хочу вафли какие-нибудь покушать вкусные сладкие здесь везде пахнет ванилью муж хочет просто перекусить и потом мы пойдем уже на лодку потом еще распругляемся и уже вечер мы будем проводить в дом в ресторане так что вот так планы у нас поменялись и у меня наверное батарейка будет садиться я надеюсь что я смогу с телефоном мужа поснимать видео потому что у меня уже пол батарейки села вот в и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Удержите меня лайком Спасибо вам за просмотр видео И увидимся в следующих Пока-пока